В Санкт-Петербурге в эти минуты начинается пленарное созидание ПМФ, это главное мероприятие этого года для российской экономики, куда съезжаются все представители российских элит, а также президент России Владимир Путин. В этом году компанию Путину составят лидеры глобального юга, ни один европейский политик, американский политик тем более не приехал в этом году на форум. Среди европейцев единственное исключение это глава МИД в Венгрии, который решил пойти против европейского мейнстрима и несмотря на то, что на российское руководство наложили санкции, европейский руководство с 2022 года не ведет никаких переговоров с Россией, господин Сиартов все равно продолжает ездить в Россию и в основном стартурится на вопросах экономики. Также среди гостей замечены президенты Зимбабве, Боливии, вице-премьеры Вьетнама и других государств, в основном это государства Ближнего Востока, в частности это министр экономического развития Египта, также прибыла большая делегация из Судана во главе с представителями Временного Суверенного Совета. Напомню, с апреля прошлого года в Судане провожается гражданский конфликт между Суверенным Советом и силами быстрого реагирования и главная интрига будут ли обсуждать представители Судана и России открытие российской военной базы в порт Судане. Напомню, этот вопрос подняли еще в 2021 году, когда премьер-министр России Михаил Мишустин подписал представление президенту России об открытии пункта материального обеспечения российских военных кораблей в порт Судане. И сейчас главная интрига, как разрешится этот вопрос, учитывая, что гражданский конфликт в Судане все еще продолжается. Турцию на этом форуме представляет министр энергетики страны Алпарслан Байрактар, он провел встречи с представителями Росатома, чтобы обсудить дальнейшее строительство АЭС Акую. Напомню, что российская корпорация строит 4 реактора на юге Турции, недалеко от города Адана. И также министр энергетики Турции отметил, что Турция заинтересована в том, чтобы развивать строительство малых модульных реакторов, и в этом Россия один из главных партнеров, потому что российская корпорация Росатом один из мировых лидеров в развитии именно малых модульных реакторов, как уточнил господин Байрактар. Кроме того, он отметил, что Турция намерена развивать и традиционные виды энергетики, такие как нефть и газ. И ранее он говорил о том, что Турция открыла новые запасы газа в Черном море, намерена их развивать, но также намерен достичь цели к 2050 году увеличить выработку атомной энергетики до 20 гигаватт. Стоит отметить, что также сюда прибыл бывший министр экономики Турции Али Бабаджан. Он также встретился с своими коллегами из Египта и России, выступил вместе с председателем Центробанка России Эльвиром Биулиной. И в эти минуты как раз начинается пленарное свидание сессии. В этом году главная тема форума — это многополярный мир. И вот как я только что озвучил, Россия действительно решила пригласить в этом году на форум представителей максимального числа именно южных государств от ЮАР до Бразилии. И, между прочим, сюда же пригласили талибов из Афганистана, несмотря на то, что Россия до сих пор официально не исключила талибан и списка террористических организаций. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...